Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу вас ознакомить с самыми актуальными новостями, что пишут о ситуации на Российско-Украинском фронте. Можно на карте даже посмотреть, где идут бои. Сейчас я быстро покажу по карте, потом новости зачитаю. В общем, как всегда, Севердонецк, Лисичанск, Рубежное. Вот видите, синим-красным все горит огни, значит идут бои. Попасное здесь, да, здесь тоже бои. И вот, ясноватые здесь. По всей линии, в общем, вот соприкосновения начались бои. Подтягивают резервы армии России, и сейчас начинается здесь будет сражение за Юго-Восток. Ну, обычно так все на месте. Только, ай, вот еще бои идут, Барова. Тут вот, видите, в синей-красном горе тоже идет, видно, сопротивление в городе. Есть какая-то оборона, и они, видите, здесь вот синий-красный, значит идут сражения. А изюм под контролем армии РФ, видно, Балаклава, Балаклея, правильно. Тоже армия РФ, вот вся эта линия, сейчас армия РФ держит, как сказать, линию вот этого. Ну, я думаю, сейчас туда и в СУ потянули силы. Будет грандиозное сражение здесь. Ну, и вот, Гиркин предсказал поражение российской армии в Донбассе. Вот, как раз я вам Донбасс карту показал. Гиркин, говорю, уже опытный, военный, он, скорее, не дилетант, как Шойгу, а линия его. Так что, вот он что заявил. Бывший командующий сепаратистов Донбасса, бывший офицер ФСБ Игорь Стрелков, то есть Гиркин, Крайне недоволен решением Кремля вывести войска из-под Киева. Представляете, он крайне недоволен, что армия РФ вывела свои войска из-под Киева. Видите, все синим горит. Все, здесь уже все. Полностью выведена армия РФ уже отсюда. Так, и вот теперь что. По его словам, Кремлю пришлось отказаться от планов подземилитаризации Украины. Теперь сделана ставка на разгром ВСУ на Донбассе, как единственный перспективный способ победоносно выйти из войны. Ну да, только шанс, что если там еще может отжать часть Донбасса, получится и все. Он сомневается, что России удастся совершить операцию по окружению разгрома украинской армии на Донбассе. Стрелков отметил, что теперь у Киева появилась возможность перебросить боеспособные войска с киевского направления на Донбасское. Это будет сопровождаться для РФ неминуемыми огромными потерями. Как предупредил Стрелков, это лишь усилит переговорные позиции Кремля. Да, сейчас выпустил ролик, 60 тысяч уже Путин бросает туда, на Донбасс. РФ придется идти на более позорные для себя уступки, а о капитуляции Киева в данный момент вообще речи не идет. Так, ну и вот, так что война не кончится, как сказать, быстро. Военная наука обогатилась таким новым термином, как называется, операции по отступлению занятой территории перед лицом неразбитого противника, как сокращение военной активности на таком-то киевском направлении. А теперь он недоволен, что фанерный маршал, имеется в виду министра обороны Шойгу, уже внес свой выдающийся вклад в военную науку, сумев найти замену устаревшему со времен Великой Отечественной сокращению линии фронта. В общем, Гиркин Стрелков недоволен действиями Шойгу. Он его раскритиковал, что он, мол, типа бестолковый, безмозглый, и из-за него и произошло поражение здесь, в Украине. Так, да, и понимаете, вот пишет, он даже сравнил с Курской битвой, вот, как бы сказать, сейчас вот ситуацию. Расчет же на то, что российские войска смогут достичь крупных успехов на узком участке фронта, сильно напоминает также надежды команде Вермахта на разгром РКК на Курской дуге. В общем, ничего не получается у армии России в этой войне. Сейчас я вам быстро объясню, в чем дело. Путин и Шойгу планировали 200 тысяч бросить сюда, как бы сказать, на захват Украины. Ну, я думаю, половина Украины не хотели бы конкретно уже вот эту часть оккупировать, как бы. Но они не рассчитывали, что ведь в Украине живет больше 40 миллионов людей. Так что армию Украина по-любому может легко набрать миллион, как бы, в состав боеспособных мужчин. И получается, они хотели 180 или там 200 тысячной, как бы, группировкой занять пол Украины хотя бы. Ага, губы раскатали. Перед тем, как планировать такие действия, надо хотя бы понимать, что с такой малой численностью армии вообще не удастся ничего. Вот они, да, немножко продвинулись, как бы, и судя по карте. А здесь все уже. Киев практически вот зачищен. Так что, понимаете, это позорное. Это Путин объявил позорную войну, в которой даже генералы не могли стратегически правильно мыслить. Как можно с таким малочисленным составом занять Украину? У них, наверное, там вообще мозги не варят в генштабе в этом. Я говорю, а сейчас получается, что где-то здесь будет состав армии РФ где-то 200 тысяч. Сейчас пополнение придет еще, потому что они потеряли очень до хрена сейчас военных. А ВСУ где-то имеет больше полмиллиона. Так что нет шансов вообще. Правильно Гиркин говорит? Он не тупой, он такой военачальный, грамотный. Что с таким малочисленным, как сказать, без резерва составом ничего не получится здесь выиграть эту войну. Даже близко. Я говорю, даже я смеюсь. Они хотели там уже Киев, там потом идти ко Львову. Они здесь сейчас скоро выбьют их всех в СУ отсюда уже. Так что вот такие новости. Ну и вот вам данные о потерях армии РФ. В Украине уже уничтожили 18,3 тысяч военных РФ и почти 650 танков. Это вот сумма где-то погибших. Это около, допустим, ну 20 тысяч. Говорю, через неделю будет 20 тысяч. Умножайте на 3. Это будут раненые где-то и комиссованные, и всякие убитые, раненые, пленные. Там все это будет, как бы сказать, потери. И там они дезертировали очень много, и в плен сдались очень много. Это общая сумма накапливается, понимаете. Вот такая ситуация, что даже 18 на 3,54, это больше 70 тысяч потерь, я говорю. Поэтому они призывают сейчас 60 тысяч резервов. Нечем, некому воевать. Ну вот пишут, да, потеряли 18,3 тысяч человек. Потерял танков 650 почти, БТРов 1844, артиллерий 330. Самолетов посмотрим, так, 147, да, сбили еще несколько. Ветолета 134. Так что говорю, автомобильной техники 1273. С таким составом, я и говорю, нечего было ссуваться в Украину. Вот, 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 это российская техника, как выглядит сейчас в Украине. И вот последняя информация еще. Буча не единственное зверство, заявил британский эксперт. Массовые убийства, аналогичные произошедшим в городе Буча под Киевом, могут быть широко распространены в районах, удерживаемые российскими войсками. Украина, так, так, укронила, значит, Украина обвинила Россию в мышлевом массовом убийстве мирных жителей. На Буче там вообще сейчас посчитали больше 400 человек убитых. Братские могилы. Там есть, вот, сейчас, смотрите, вот, братская могила, вот, сейчас фотографии. И здесь около храма святого апостола Андрея Первозванного. Там как раз в этой могиле похоронены не менее 150 человек. Вот информация, говорю, последняя, зачитываю, как есть. Это не единственное звероство. Именно так российские войска ведут войну против партизан. Я думаю, в тех районах, где русские заняли территорию, мы обнаружим значительно больше количества этих убитых людей. Целью этих убийств будет одна и та же, отомстить население за то, что оно посмело сопротивляться. Я думаю, это будет очень широко распространено. То же самое они делали в Афганистане. То же они самое делали и в Чечне. Это доктрина антипартизанской войны, заключает эксперт. Да, и вот, да, понимаете, когда люди не хотят, чтобы оккупанты были на их земле, они их расстреливают, убивают. Поэтому, видите, вот, сегодня я выпустил ролик, там массовое убийство людей, посмотрите. Вот так и действуют российские захватчики на территории Украины. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.